Чертова баня. Кадыкойская легенда. Не верьте, когда говорят нет шайтана. Есть Аллах, есть шайтан. Когда уходит свет, приходит тень. Слушайте. Вы знаете Кадыкойскую будку? За ней угрот, куда ходят испить холодной воды из скалы. В прежние времена тут стояла придорожная баня. И наши старики еще помнят ее камни. Говорят, строил ее один отузский богач. Хотел искупить свои грехи, омывая тело бедных путников. Но не успел. Умер, не достроив. Достроил ее деревенский кузнец-цыган, о котором говорили нехорошие. По ночам в бане светился огонек. Сизый с багровым отцветом. Может быть в Кагане светился человеческий жир. Так говорили. И добрые люди, застегнутые ночью в пути, спешили обойти злополучное место. Был даже слух, что в бане живет сам шайтан. Известно, что шайтан любит людскую наготу, чтобы потом над нею зло посмеяться. Уж конечно, только шайтан мог подсмотреть у почтенного отузского агиталипа такой недостаток, что, узнав о нем, вся деревня прыщнула от смеха. Кузнец часто навещал свою баню и оставался в ней день-другой. Как раз в это время в деревне случались всякие напасти. Пропадала лошадь. Тельная телка оказывалась с распоротым брюхом. Корова без вымени. А дикий деревенский бугай возвращался домой понурым быком. Все шайтановые штуки. А может быть и кузнеца. Недаром он так похож на шайтана. Черный, одноглазый, с передним клыком кабана. Деревня не знала, откуда он родом и кто был его отец. Только все замечали, что кузнец избегал ходить в мечеть. Амула не раз говорил, что из жертвенных баранов на Курван-Байрам самым невкусным всегда был баран-цигана. Хуже самой старой козлятины. Коктебельский Мурзак, который не верил тому, о чем говорили в народе, проезжая однажды мимо грота, сдержал лошадь. Но лошадь стала так горячиться, так испуганно фыркать, что Мурзак решил в другой раз не останавливаться. Оглянувшись, он увидел, он это твердо помнит, как на бугорке сами собой запрыгали шайки для мытья. И много еще случалось такого, о чем лучше не рассказывать на ночь. Впрочем, иной раз, как ни старайся, от страшного не уйдешь. У Османа была дочь, и звали ее Сальге. Пущу своего единственного глаза берег ее старый цыган. Однако любви не перехитришь. И что случилось у Сальге с соседским сыном Маметом, знали лишь он да она. Только и подумать не смел Мамет послать свата. Понимал, в чем дело, и решил бежать с невестой в соседнюю деревню. Как только полный месяц начнет косить, так и бежать. И смеялся же косой месяц над косым цыганом, когда скакал Мамет из деревни, стрепетавший от страха Сальге. Османа не было дома, он проводил ночь в бане. Пил заморский арак, от которого наливаются жилы и синеет лицо. Наливая еще. Недовольно ли, останавливал шайтан. Слышишь скрип барбы? Это косский имам возвращается из Мекки. И грезится старику, как выйдет завтра ему навстречу вся деревня. Как встанут все на колени и будут кричать. Святой Хаджи! Постой Хаджи, еще не доехал! И прежде чем кузнец подумал, шайтан распахнул дверь. Шарахнулись валы, перевернулась арба. И задремавший было имам, с ужасом увидел, как вокруг него зажглись серные огоньки. Хотел прошептать святое слово, да позабыл. Подхватила его нечистая сила и бросилась размаха на поле брани. На горе и поруганный, соплеванный бородой, валялся на полу имам. А гнусные животные обливали его чем-то липким и грязным. И хохотал шайтан. Дрожали с теней бани. Кто-то завтра будет смеху. На коленях стоит глупый народ. Ждет своего святого. А привезут пьяненького имама. Не стерпел обиды имам. Не стерпел обиды имам. Вспомнил святое слово. И очнулся на своей арбе, которая за это время уже отъехала далеко от грота. Да будет благословенное имя Аллаха, прошептал имам. И начал опять дремать. А в бане хохотал шайтан. Дрожали с теней бани. Наливай еще, кричал цыган. Постой. Слышишь, скачет кто-то. И вихрем вынес нечистый приятель на проезжую тропу. Сарахнул со всех четырех ног лошадь Мемета. И свалился он своей ношей прямо к ногам шайтана. А, так вот кого еще принесло к нам. Души его, крикнул шайтан. А сам схватил завернутую в шаль девушку и бросился с ней в баню. Зарычал цыган. И всадил отравленный кинжал по самую рукоять между лопаток обезумевшего Мемета. А из бани доносился выпаль молодого голоса. «Будет потеха, будет хорошо сегодня», – подумал цыган и, шатаясь, пошел к бане. В невыносимом чуду шайтан душил распростертую на полу ногую девушку. И та трепетала в последних судорогах. «Бери теперь, если хочешь». Обхватил цыган девушку железными руками, прижался к ней и узнал дочь. «Эк, дни!» – крикнул он не своим голосом, словно заклятием. И исчез шайтан. Помнил уговор с османом. «Только раз цыган скажет это слово, и только раз сатана подчинится ему». «Воды, воды, отец!» Бросился осман к гроту, а грот весь клубился удушными серными парами. И не мог пройти к воде осман. Не знал второго слова заклятия. Упал и испустил дух. По утру проезжие татары нашли на дороге три трупа и похоронили их у стены развалившейся за ночь бани. «Чёртова баня» назвал с тех пор народ это место. И я хорошо помню, как в детстве, проезжая мимо грота, наши лошади пугались и храпели. Не верите? Не верьте, если вам скажут нет шайтана. Есть анах, есть шайтан. Когда уходит свет, приходит тень. Пояснение крымской легенде «Чёртова баня» Шайтаны Хаман Легенду рассказывал мне местный помещик Мефодий Николаевич Казаков со слов от узких татар. Кадыкойская будка расположена на 23 версте по шоссе из Феодосии в Судак. На бугре против будки виден след развалин шайтан-хамам. Раньше до проведения шоссе видны были разваленные стен и печи. В шагах в 30 от будки находился укрытый в лесняке красивый горный грот с чудной студеной водой. Шайтан Дух зла Изгненный Аллахом и сонма ангелов за то, что он не хотел поклониться Адаму. С тех пор шайтан мстит человеческому роду, толкая его на все противное заповедям Аллаха. Курбан-байрам Праздник жертвоприношения Он празднуется в течение 4 дней в 12 лунном месяце года. К этому празднику каждый татарин запасается жертвенной овцой, которую в день праздника закалывает после молитвы муллы. Шкура и лучшая часть овцы идет в муле. Кусок баранины бедным, а остальное в дом. Татарин верит, что душа невинного жертвенного животного поможет душе жертвователя войти в обитель вечной отрады. Как известно, Магомед ввел этот вид жертвоприношения взамен существовавшего у арабов жертвоприношения детей. Ага, чиновное должностное лицо. Имам. Мулла, священник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова